Дай почитать. Это такая японская система развития интеллекта ребенка, в которую входит 8 игр и 5 привычек. И первое, что мы прочитаем в книге, это своеобразный тест из 10 пунктов, где названия черный, синий, красный и желтый напечатаны разными цветами, не всегда совпадающими с их названиями. Этот тест определяет состояние оперативной памяти. Ум не дается человеку при рождении, а во многом зависит от воспитания, самопроизвольного развития и приобретенного опыта. А что значит быть умным? Филолог сразу вспомнит критический этюд Гончарова «Миллион терзаний» про комедию Грибоедова «Горе от ума». Но оригами для мозгов не художественная литература. Итак, ум в период рассвета интернета не то, сколько фактов ты помнишь, а способность к выбору и анализу полученной информации. Теперь требуется скорее умение моделировать ситуацию и видеть ее целиком, предвосхищать события и планировать будущее. А для этого необходимо развитие оперативной памяти. А при правильных занятиях и тренировке определенные зоны головного мозга можно совершенствовать даже после 60 лет. Интеллект ребенка развивается в любом возрасте. И, кстати, интеллект родителей тоже. Даже решив задачу, умный человек не прекращает думать. Ум включает в себя пытливость и любознательность. Ведь именно поэтому человек ставит перед собой новые задачи и не теряет азарта при их решении. Кикунори Синахара – японский нейробиолог, профессор факультета естественных наук Токийского университета. Авторитетно утверждает, что каждому человеку необходима жажда жизни как основа воспитательной деятельности. А она включает в себя следующее. Научитесь видеть перспективу и самостоятельно строить планы. Не поддавайтесь ни жаре, ни холоду. Будьте способны заговорить с любым человеком. И помните, что живое общение полезнее и эффективнее удаленного. Научитесь нравиться другим людям и умейте внимательно слушать других. И не забывайте о физической нагрузке, ручном труде и сбалансированном питании. И обязательно читайте детям вслух. Это не развлечение, а обучение. Кикунори Синахара и его оригами для мозгов – незаменимый помощник в развитии нашего ума. До новых встреч! ДАЙ ПОЧИТАТЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok